Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Таня Кляйн Под счастливой планидой Читает Александр Водяной В пасмурный день 3 ноября 1881 года вдоль речного канала Порыночной неспешно шла печальная похоронная процессия. Позже петербургские ведомости попытаются немного приврать и приукрасить случившееся. Но на самом деле события развивались именно так. Всю ночь накануне шел долгий проливной дождь, а к утру подморозило, и первые маленькие снежинки, медленно кружа в воздухе, оседали на заледенелую булыжную мостовую, хоронили именитого купца Петра Михайловича Застежкина, владельца небольшого ликероводочного завода «Тихая радость». Процессия держала путь по направлению к церкви, в стенах которой собирались отпеть его и с достоинством схоронить. Во главе Процессии шел здоровяк с деревянным крестом. Позади него плелся тощий юноша с иконой Спасителя, а за ними, опираясь на трость, ковылял хромой священник. Облаченный в старую черную рясу, с наперстным крестом на груди, священнослужитель, как маятником, размахивал дымящимся кадилом и, красивым голосом нараспев, читал заупокойные молитвы из старого замусоленного требника. Следом ехала повозка с гробом тела усопшего. Ее колеса скрипели, ударяясь о промерзшую булыжную мостовую, и сотрясали тяжелый гроб, который подпрыгивал и отвечал в такт глухими мирными звуками. За гробом следовала жена Петра Михайловича, немногочисленные родственники с цветами и венками, прислуга, сослуживцы, знакомые и прочий люд. Их лица были печальны и сосредоточены. Поникшие головы, опущенные глаза говорили о какой-то безропотной покорности судьбе, но при этом никто из них страданием не упивался и горьких слез не ронял. Зато наемные плакальщицы отдали всю волю чувствам, в полный голос причитали давно затверженными словами, прикрывали рот и глаза руками, показывая глубокие, человеческие страдания. И плачек сопровождался красивой и уместной песней об ушедшем. «Да на кого ты, батюшка, нас покидаешь? Кому поручаешь нас? А ли мы тебя мало любили? Или прогневали чем?» Замыкала похоронную процессию семейная собачка-жучка, которая виляла хвостом, показывая всем благодушие и радость, что никак не вписывалась в общую картину похоронной скорби. Процессия поравнялась с уличным фонарем и теперь должна была повернуть на мост, от которого до церкви оставалось десять минут ходу. Но на повороте им навстречу неожиданно вылетела пролетка лихача. Извозчик похоронной повозки подобрал возги, дабы уклониться от удара. Но малость не рассчитал. Боковые колеса наехали на бордюр, подпрыгнули и, встретив сопротивление, со скрипом переломились и слетели с оси. Телега с глухим скрежетом накоренилась, и из нее, перевернувшись дважды, вылетел гроб с покойником. С тяжелым грохотом он ударился озимь и еще несколько метров проскользнул вдоль по покрытой тонким льдом брусчатке. При ударе крышка гроба отлетела, и из него боком выкатился, завернутый в белый саван, усопший. Правая рука его выскочила из савана, и из раскрытой ладони выпала иконка, а вокруг запястья была завязана веревка. С полысевшей головы покойника слетела повязка, поддерживающая его нижнюю челюсть, и рот покойника медленно приоткрылся, обнажив наполовину беззубый рот. Толпа так и обмерла. Одни побелели, другие покраснели, и ни одна душа не смогла сдвинуться с места, все замерли, словно околдованные. Спустя несколько долгих мгновений век опокойного слегка задергалось, и глаз его правый приоткрылся. Немного погодя и левый. Усопший чуть дернулся, приподнял голову и увидел перед собой растерянную и ошалилую от ужаса толпу. Глазами нашел в ней жену свою, Аполлинарию Игнатьевну, и легким кивком головы поздоровался. Потом сделал попытку шевелить левой ногой, но безуспешно. Ноги усопшего по правилам погребения были накрепко связаны конопляной веревкой. — Эх! Доброе утро, Аполлинария Игнатьевна! — поздоровался он глухим голосом. Жена, словно воды в рот набрав, не моргая, уставилась на него широко открытыми глазами. Тогда усопший подозрительно огляделся вокруг. Рядом увидел обитый черным атласом гроб. Неподалеку от него валялась крышка, приметил в толпе священника с дымящимся кадилом, увидел деревянный крест с табличкой своего имени. И вот тут в глазах его отразился ужас. Еще несколько мгновений воскресший покойник и похоронная процессия находились в навишей над ними тягостной тишине, в упор пялись друг на друга. Похоронное шествие вышло из оцепенения первым. Священник взялся за сердце и начал с усердием читать «Отче наш» и креститься. В голос заплакали дети, закрывая ладошками глаза. Аполлинария Игнатьевна потеряла сознание. А плакальщицы прекратили рыдать и испуганно отступили в сторону. Вся толпа охнула, зашевелилась и понеслась креститься и причитать. Пронесся нарастающий гул голосов и было слышно, что кто-то выкрикнул «Ох, ужас-то какая! Да как так быть может?» Одна только жучкая выбежала из толпы, подбежала к хозяину своему, сперва обнюхала его, повиляла рыжим хвостиком, гавкнула и обратно убежала. И никто не осмеливался подойти к Петру Михайловичу первым. Уж до того дико он на всех глядел. «Ишь, че удумали, аспиды! И отпеть уж успели верно, а?» — с укором голосе выкрикнул Петр Михайлович. Он пытался приподняться, уперся локтем в тротуарную брусчатку, подогнул колени и, распрямив руку, сел. «Митяй!» — резко окрикнул он прислужника своего. «Поди-ка сюда! Ноги развяжи! Да встать помоги!» Подошел робкий паренек лет десяти, встал на коленку и дрожащими руками развязал веревки на ногах. Затем распахнул белый покойницкий саван и помог купцу подняться. Купец был неустойчив, видать было, ослаб, но голос его был налит силой и злостью. «Эх, вы ж нелюди! Душерубы!» — выкрикнул он на ужасом объятую толпу. «Мыши вы дохлые! Вот вы кто!» Тут, склонив голову, из толпы медленно вышла Аполлинария Игнатьевна. Подошла, схватила мужа за запястье рук и в ноги к нему упала, и жалобно так. «Да что вы, сердечный мой, такое говорите!» Искали по всей нашей округе денные ночи на вас. До третьего дня в канаве нашли, без дыханного, много кровушки потеряли. «Вы авантюру-то выгодную для завода сделали и в метрополь пошли прибыль шампанским отмечать. Неужто не помните? Вас никто опосля и не видел уже? Уж сколько слез мы пролили, душа моя! Сколько молебнов заказали! Да смели бы мы вас, родимого, живьем-то схоронить!» Аполлинария Игнатьевна тихонько заплакала. Скорее от страха перед такой жуткой ситуацией, чем из жалости к своему супругу. Петр Михайлович посмотрел на жену уже без злости. «Да все же с недоверием! Неужто холодом от меня веяло, а? Аполлинария Игнатьевна! Или уже наладан дышал!» Сам запустил руки в карманы длинного бархатного сюртука и шарить по ним стал. Из одного кармана вытащил челюсть свою вставную, гребешок волосяной и слоновой кости, а из другого рубль серебряный и два пирожка. «Дура ты, Аполлинария!» сказал Петр Михайлович. «Да на что мне челюсть вставная на том свете нужна?» «А рублика, что не кумекаешь? Мало бы было для приличной-то жизни! Гребешок-то мне для чего! Плешь ведь уже лет как десять! А вот за пирожки благодарствую! Голоден я очень! и с жадностью откусил пирожок. «Да-да, родненький, как знала, что голоден будешь!» «Один с капустой положила, а другой с лучком из очатиной, как ты и любишь!» И с робостью в голосе тихо добавила. «Мало ли, может на том свете по приезду съестного не сразу давать будут!» Петр Михайлович расправил лицо свое, гнев на милость сменил, приподнял Аполлинарию Игнатьевну с колен и говорит ей, «Дай-ка мне рублев пятьдесят Аполлинария Игнатьевна!» «Вон трактир вижу!» И посмотрел в сторону, где висела потерта деревянная вывеска над заведением с названием «Трактир» без повода, и сарказмом в голосе добавил, «Пойду-ка я устрою по себе родимому поминальную трапезу!» По-видимому, ему его шутка показалась остроумной, и он во все горло раскатисто рассмеялся. «Ах! Хе-хе-хе-хе-хе!» Аполлинария Игнатьевна сняла с плеча на шелковом шнурке расшитый бисером редикюль, открыла его и начала отсчитывать пятьдесят рублей. «Все, что есть, давай!» сказал купец и протянул открытую пятерню. Жена покорно достала из сумочки все монеты и бумажные купюры и положила на мужнину ладонь, оставив себе всего несколько небольших купюр. Петр Михайлович развернулся к похоронной процессии, ко всему набежавшему полюбопытствовать Люду, руки в боки упер и с издевкой в голосе как заорет. «Ну, чего уставились? Покойников никогда не видывали! Хе-хе-хе! Хватит пяриться! Подымаем! Расходись!» и нетвердым шагом направился в сторону трактира без повода. Аполлинария Игнатьевна подошла к плакальщицам. Расчиталась с ними, со священником переговорила, сказала, завтра в церковь зайдет и оплатит за церковные ритуалы. Потом подошла к родственникам, обнялась и попрощалась со всеми, прислугу домой отправила, и вся поминальная процессия разошлась кто куда. Сама Аполлинария Игнатьевна, мучимая виной за происшедшее, подумала, что лучше мужа все-таки дождаться, чтобы вместе домой отправиться, и при себе на всякий случай в помощь Митяя оставила. Полчаса ждала супруга своего на улице, да больно морозно к вечеру стало, и тогда зашла в чайную переждать. Заказали они себе с Митяем калачи московские с горячим травяным чаем и с диким медом. Уже около двух часов прошло, стемнело, дело к ночи шло, а муж все не выходит. И совсем утомительно столько ждать было, и Аполлинария Игнатьевна говорит Митяю, поди-ка в трактор, да узнай у Петра Михайловича, долго ли они еще задерживаться будут? Скажи, жду я его здесь, в чайной по соседству. Митяй в две секунды, словно ждал, чтобы сменить обстановку, вприскок выбежал из чайной на улицу. Воздух был чистый, морозный, густыми тяжелыми хлопьями шел снег, перед трактиром отрях отрях поправил картуз и с достоинством распахнул дверь, вошел. В ноздри сразу пахнуло обилием запахов. Спертый душный воздух был переполнен густыми ароматами кушаней, водки, мужского пота. К ним добавили звуки безудержного веселья, пьяного голдежа и страстных цыганских романцев. Царило ощущение изобилия и шумного праздника. В левой зале трактира, развалившись на красных обитых бархатом диванах, потешались над молочным поросенком два пьяных на вид бесноватых купца. Поили его прямо из хрустального графина водкой, поросенок верещал, брыкался и набок запрокидывался. Тогда один из купцов крикнул в сторону официанта «Эй! Эй, человек! А теперь хочу его жареным, да чтобы с корочкой румяной!» И указательным пальцем ткнул поросенка в бок. И хренку к нему не забудь подать. Малосольные огурчики тоже подбежал половой, учиво поклонился и забрал визжащего поросенка с собой на кухню. Столы в трактире были накрыты пестрыми цветастыми скатертями и ломились от обилия напитков и всевозможной еды. Митяй не мог глаз оторвать от двух оршинных осетров, от дымящихся жареных цыплят на больших фарфоровых тарелках и от всяких диковинных никогда не виданных им блюд. Разломанные на куски растягай, пирожки разные и жареные гусиные печенки не давали ему собраться с мыслями. И Митяй уже было забыл, по какой причине он здесь находится. Рот наполнился солюной и сильно разыгрался аппетит. Справа от него за столом видать уже упился и заснул лысый мужичок с покрасневшим носом. Голова его лежала одной половинкой в блюде со студнем, а правая рука продолжала держаться за стоящую на столе граненую рюмку с анисовой водкой. Митяй боком подошел поближе к столу, протянул осторожно руку и стащил с тарелки кусок растягая и жареную с луком гусиную печенку. Растягай тихонько в карман положил, а печенку быстро запихнул в рот и почти не разжевывая проглотил. Тут за плечо его кто-то одернул, и Митяй испуганно поднял глаза и увидел полового в накрахмаленной белой сорочки. Официант глянул на него сверху вниз и спросил «Чего тебе здесь надобно, а, малец? Мне бы Петру Михайловичу слово молвить», и тихо добавил «Послала меня за ним госпожа Застежкина». «Э, тебе туда, там твой барин развлекается» и указал в сторону эстрады, где выступал цыганский оркестр. Митяй глазами нашел хозяина своего. Тот, облокотившийся стенку с обойми цвета спелой вишни, стоял подле черноокого с вихрастым чубом цыгана. Потряхывая бубном, цыган распевал своим звучным голосом печальный романс о неразделенной цыганской любви. Песня эта нашла особый отклик в душе Петра Михайловича. Поначалу он стоял в оцепенении с приоткрытым ртом и зажмуренными глазами и слушал сердечную песню, внимая каждому ее слову. От избытка чувств Петр Михайлович замотал головой из стороны в сторону. Лицо его пыталось изобразить большую и неистовую страсть, но скорее походило на страдальческое, какое бывает от невыносимой зубной боли. Ноги Петра Михайловича невольно начали дергаться в такт, заскакали и, щелкая каблуками, он присвистывая пустился в пляс. Щеки раскраснелись и стали пунцовыми, а лоб покрылся густой спариной. Весь употевший и разгоряченный, он раскидывал руки в стороны и даже попытался станцевать в присядку. Митяю показалось, что Петр Михайлович сильно переоценил свои возможности, потому что во время присеста с присвистом тот потерял равновесие и под общий хохот завалился назад, едва успев подставить руки. Другой купец, ухватив его за локоть, пытался помочь Петру Михайловичу встать на ноги, но вместо этого свалился вместе с ним. Они зашлись в диком хохоте и начали пританцовывать уже вместе, сидя на полу, такт подергивая руками и коленками. Петр Михайлович совсем раскуражился, забрался на оркестровую сцену, отобрал у цыгана бубен и начал в него бить. Затем подошел к запевали, положил руку на его плечо и, перекрикавая его мощный голос, запел песню, вставляя в нее надуманные слова. Вдруг на весь трактир неистово как заголоси, эй, половой, каждому здесь по рюмке водки налей, хе, один раз живем деревянного тулупа из беохта витя, хе, 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 и радостно расхохотался, рюмку с водкой поднял, залпом осушил, да ополз размаху хрясь и вдребезги, помирал, помирал, так не помер ведь, а усе почему, он поднял руку с указательным пальцем кверху и, сделав короткую паузу, продолжил, да потому, что планита у меня счастливая, и вообще, кому быть повешенным, тому не путануть, э, разумеете, люди, пьяные голоса отовсюду ответили согласием, было слышно, как Петра Михайловича с разных столов начали осыпать заздравными тостами, какой-то косоглазый мужик богатырской комплекции вышел из своего углового столика и, еле держась на ногах, зашатался к Петру Михайловичу, он крепко схватил его в объятия и долго не разжимал, раскачиваясь вместе с ним из стороны в сторону. Петру Михайловичу помутнело от такой качки, он попытался вырваться из цепких объятий верзилы, пыхтел, извивался и уж употел совсем, но не смог, а мужик еще со всей страстью лобзаться полез, да никак не остановится, то в правую щеку притянет да поцелует, то в левую, потом огромной ручищей по голове гладить стал и в макушечку целовать, затем громко заплакал на взрыт и слезы огромными кулаками по красным щекам размазывать. Тут Петр Михайлович поймал нужный момент, не без усилий, конечно, но таки вырвался из плена. Он отошел в сторону, рукавом обтер свой обслюнаденный рот, пригладил рыжую бороду, да в сторону цыганского оркестра громко огласил, что желает слушать дорожку. С мужиками взявшись за руки, встали в круг и с задором пустились в пляс. Началось шумное и необузданное веселье. Петра Михайловича на стол усадили и начали поднимать. Поднимали его то вверх, то вниз, качали, качали, да так раскачали, что и уронили. Петр Михайлович упал на пол и, раскорячившись, словно перевернутый на спину жук, то ли от боли, а то ли от радости, безудержно смеясь, утирал внезапно брызнувшие слезы. Как только песня завершилась, официант подошел к разгоряченному и довольному Петру Михайловичу и шепнул на ухо «Вас тут видеть желаютс!» и пальцем указал в сторону, где стоял Митяй. Петр Михайлович наотмыш, даже не взглянув на официанта, не церемонясь отрезал. «Пошел прочь, человек! Никого я сейчас видеть не желаю!» Но тут подошел Митяй. Петр Михайлович взглянул на него своим хмельным взором, резкость в глазах настроил и сурово так «Чего Митяй нужны тебе?» «Э?» И, сделав благодушное лицо, то ли шутя, а то ли взаправду добавил «Может, выпить чего желаешь? Ликера? Мож, вишневого или наливки какой?» От Петра Михайловича резко пахнуло водкой и луком и еще чем-то приторно кислым. Митяй сконфузился и отвернул лицо в сторону. Его от этих ароматов слегка стошнило и он попятившись сделал шаг назад. Картуз в кармане теребить начал, потом пуговицу на тулупе, но скромно и уважительно промолвил «Вас, Петр Михайлович, Аполлинария Игнатьевна ждет в соседней чайной, спрашивает, скоро ли вы домой собираетесь?» «А, передай Аполлинарии Игнатьевне, что нет охоты пока, пусть чай меня не ждет, а домой сама едет, а я уж следом». Потом с издевкой в голосе добавил «А спроси-ка ты, Митяй, у Аполлинарии Игнатьевны, с чего это она на меня старые сапоги надела, а не новые, хро-хро-хромовые, ну, те, что с отворотом и высоким голенищем». Затем, сомкнув брови с издевкой, в голосе добавил «Кому муж другому приберегла? Э? Уж весь вечер вопрос меня этот мучает и спокойствию не дает». Митяй ничего из последнего не понял, но на всякий случай с пониманием кивнул. Из кармана вытащил смятый картуз, напялил на голову и тотчас к выходу поскакал, не забыв прихватить с соседнего стола уже остывшую жареную петушиную ногу и кем-то обкусанный пирожок. Уже через несколько минут он и Аполлинария Игнатьевна наняли извозчика и поехали через белый заснеженный город в сторону своего семейного имения. В четыре часа ночи, когда весь дом крепко спал, Аполлинарию Игнатьевну разбудилась странная возня и шум на крыльце ее дома. Во дворе громко залаяли собаки, и она услышала топот ног и приглушенные мужские голоса. В двери дома настойчивые силы постучали. «Наконец-то!» подумала Аполлинария Игнатьевна, накинув поверх ночной сорочки шаль. Она торопливо спустилась вниз по лестнице встречать мужа своего, Петра Михайловича. Весь дом проснулся. В парадной зажегся тусклый свет масляных ламп, а на ночной шум сбежалась вся домашняя прислуга. Аполлинария Игнатьевна зажгла свечу и отворила парадную дверь. На пороге стояли одетые в серые барашковые тулупы несколько незнакомых ей смуглых, остроносых и черноглазых мужчин. Не ожидая приглашения хозяйки войти, они за руки и за ноги в прихожую внесли Петра Михайловича, положили его на парадный абюсонский ковер и сверху накрыли санной медвежьей полстью. Рядом положили мокрую шапку и черный, разбухший от воды правый сапог. Облысевшая с редкими и слипшимися волосами голова Петра Михайловича была мокрая. Рыжая борода, вся покрытая кусочками льда, оттаивала и превращалась в капельки воды, которые стекали струйками по горлу. Лицо его было чуть бледное и одутловатые, а рот приоткрыт в печальной гримассе. Похоже, Петр Михайлович крепко спал и не желал, чтобы его без надобности будили. Аполлина Игнатьевна посмотрела на лежащего на полу мужа, затем перевела свой взгляд на нежданных гостей и вопросительным взглядом дала понять, что желает объяснений? Простите, госпожа Застежкина. Начался до власа цыган. Петр Михайлович с вечера в разгуль ушел. После трактира он и еще несколько купцов потребовали увеселений санной прогулкой по ночному снежному городу. Всей компанией мы к реке свернули. остановку на берегу сделали, костер там развели с песнями и плясками. Потом господину Застежкину настроение сделалось в прятки поиграть. Все пьяные и навеселе били и позабыли Петра Михайловича найти после того, как тот спрятался. Когда вспомнили, тут же кликать его стали и звать во все голоса. Подумали, что спрятался он за деревом или кустом каким. Да так в ожидании заснул. А это ж опасно. Вмороз пьяному человеку на улице заснуть. Ведь каждому известно. Уж не помню, сколько времени прошло, но нашел его купец Данила Крапива. Чисто по случайности получается нашел. Крапива по малой нужде ближе к реке спустился и благо ночь светлая и лунная выдалась. Увидел он неподалеку неясный силуэт. Пригляделся присталь в ней. А это Петр Михайлович наполовину под лед провалился. Лед тонок и слаб еще был. Подморозило ведь только прошлой ночью. Не мудрено, что и провалился. Петр Михайлович обеими руками оперся на лед. Будто вылезти пытался, а остальное тело его под воду ушло. Таким мы его и нашли. С трудом вытащили. Ведь страх был, кабы самим под воду не уйти. Сапог он свой левый потерял. И шуба бедать под воду ушла тоже. Цыган еще раз бросил взгляд на неподвижно лежащего Петра Михайловича и добавил весь мокрый и замерз и он. Вот угреть бы его надо поскорей. Вы уж водку и натрите или камину прислоните и еще чего надобно сделаете. Не знаю. Сами уже решайте. Аполлинария Игнатьевна молча выслушала. Лицо ее не показало ни удивления, ни сострадания, ни сочувствия. Как будто эту историю она когда-то уже слышала и даже не один раз. Благодарю, что помощь оказали и не бросили Петра Михайловича одного, тихо и учтиво сказала Аполлинария Игнатьевна. А теперь желаю вам, господа, спокойной ночи. Еще раз благодарствую и на дверь парадную взглядом указала. Но гости не сдвинулись с места и, не отводя своих черных глаз, выжидательно смотрели на Аполлинарию Игнатьевну. Что еще? недоуменно спросила она. Понимаете, бариня, у Петра Михайловича долг перед нами остался. Мы то все его заказы и пожелания исполнили, лихача на всю ночь наняли, стройкой белых рисаков и санями расписными. Много шампанского было, пение с гитарой и танцы у костра. Петр Михайлович очень довольны всем остались. При себе денег у него не имелось и сказал тогда, что опосля поутру расплатится. Пять сотен за все остался должен. Аполлина Игнатьевна кивнула и пошла по лестнице на верхний этаж за задолженной суммой. Уже через несколько минут рассчиталась с цыганами и затворила за ними входную дверь. Часы пробили пять утра. Петр Михайлович неподвижно лежал под буром медвежьей полстью, из-под которой вылезла голая бледно-голубая ступня. С тех пор, как цыгане положили его в прихожей на ковер, он не издал ни звука, ни вздоха, ни шороха. Через узкую щель слегка приоткрытого правого века отражался матовый блеск горящей свечи. Глаша! Аполлинария Игнатьевна позвала свою прислужницу. Поди-ка сюда и потормоши барина. Не нравится мне, что он будто мертвец застыл. Не уж-то так пьян, что и пошевелиться не в силах. Обычно чихает раз по сто или храпит так, что весь дом заснуть не может. А сейчас словно замер. Пугает меня все это. Глаша, взяв керосиновую лампу, подошла к изголовью Петра Михайловича, присела на корточки, отпахнула ползть и потрясла барина за плечо. Петр Михайлович не отвечал. Потом еще раз потрясла, но уже сильнее. Затем до щеки его небритой дотронулась и, словно аж паренная отдернула свою руку. Что? удивленно спросила Аполлинария Игнатьевна. Да с тылым холодом веет от него барыня, сказала испуганно Глаша и перекрестилась три раза. Сами-ка троньте. Как ледышка? Аполлинария Игнатьевна, словно не поверив Глаша, говорит, с него всяких чудес танец, только на медне он в мертвецах значился. А вон очнулся вчера и с гроба вышел. Из гроба вышел, как и не собирался помирать вовсе. Стыд и позор-то какой! Живым чуть не схоронили. Еще долго нам это вспоминать будут. И курьезов таких не надобно больше. Не глаша шерстяные подштанники, ночную рубаху и вязаные чулки. Ночной колпак не забудь прихватить. Переоденем, он отогреется, проспится и к обедни в чувство придет. Дай то Бог, чтобы так и было. Скорее сомнением в голосе, нежели с верой, ответила Глаша и ушла на верхний этаж в комнату хозяина. Несколько минут спустя она вернулась с корзиной аккуратно сложенной одежды. С Петра Михайловича сняли мокрые подштанники и поменяли на сухие шерстяные. Носки с начесом надели на ноги, при каждом прикосновении холодной, как лед мужиной плоти, Аполлинария Игнатьевна понимала, что тело подозрительно холодное и окаменелое. Да, Глаша, верно ты сказала, будто кровь в нем остыла и воля куда-то вся вышла. С трудом натянув на него шерстяные подштанники, они начали снимать жилет и прилипшую к телу мокрую белого цвета батистовую рубаху. Но руки мужа костенели и в локтях почти не сгибались. Снять рубаху и жилетку оказалось не так уж просто, и ничего не оставалось, как сперва их разрезать на части большими портновскими ножницами. Но надеть свежую льняную и вовсе оказалось невозможным. Руки Петра Михайловича были, как две несгибаемые палки, Аполлинария Игнатьевна поднялась с пола, с рассеянным взглядом окинула лежащего с голым торсом мужа, и ее охватило отчаяние. Она не могла собраться с мыслями и понять, что ей делать дальше. — Глаша, поди разбуди Митяя, пусть за доктором Блау едет. Тот, что за старой церковью около бокалиной лавки живет, передать надобно, что с барином что-то не то происходит. Похоже, помирать собрался. Скажи, ждем его визита как можно скорее, потом добавила, или хотя пусть наймет, до скорости. Глаша махнула головой и убежала будить Митяя. Часы на стене в парадной пробили шесть утра. Аполлинария Игнатьевна подошла к лежащему на полу Петру Михайловичу, подняла с полумедвежью полость и накрыла ею полуобнаженное тело мужа. Потом подошла к окну, одернула тяжелую штору и долго стояла не сводя взгляд стающей утренней луны. Потом присела на диван в гостиной. Вид у нее был жалкий и уставший. Откинув голову на спинку дивана, она в одно мгновение погрузилась в глубокий сон. Но сон был недолгим. Проснулась она внезапно от громкого настойчивого стука в дверь. Сердце Аполлинарии Игнатьевны бешено забилось. За считанные секунды ей пришлось воскресить в памяти все события последних дней. На пороге стоял незнакомый ей человек в длиннополой бекеше цвета маренго. Сняв с головы меховую шапку из хорька, он приветственно поклонился и учтиво ждал от хозяйки приглашения войти. Аполлинария Игнатьевна сделала приветственный жест рукой и мужчина прошел в парадную. За ним ворвался холодный поток морозного воздуха и Аполлинария Игнатьевна еще плотнее закуталась в вязаную шаль. Вопросительно посмотрела на незнакомца и спросила «Чем могу? Могу быть вам полезной в столь ранний час?» «Мое имя Тарас Иванович Бульба представился мужчина и после короткой паузы улыбнулся и добавил «Только вы не подумайте я не его родственник это просто случайное совпадение я его однофамилец конечно родственником вы быть и не можете спокойно ответила Аполлинария Игнатьевна это почему же не могу удивился Тарас Иванович ну как же помилуйте всем известно что Тарас Бульба это плод писательской фантазии не было такого человека как интересно получается цикаво с сожалением вздохнул он ну-сь то ты как говорится век живи век учись и уже с явным с разочарованием в голосе добавил ну да делу не в этом ну да ну да согласилась Аполлинария Игнатьевна так вот продолжил он я владелец трактира под названием без повода начал Бульба затем сам себя оборвал на полусловие и уставился на тело лежащее на полу он тотчас узнал в нем вчерашнего посетителя Петра Михайловича Застежкина Бульба поздоровался с ним вслух и сделал его сторону приветственный поклон но Петр Михайлович не ответил наверное спит подумал Тарас Иванович да так вот Аполлинария Игнатьевна продолжил он и снова укороткой взглянул на лежащего Петра Михайловича его вдруг насторожила смертельная бледность лица и что-то еще что не давало сосредоточиться Тарас Иванович не мог понять то ли ему кажется то ли нет но в маленькой щелке правого глаза свет отражался как-то неправильно тускло и безжизненно для живого человека будто туману в глаз нагнали и почему спрашивается один глаз был полуоткрыт а другой полностью закрыт эй разве можно спать только одним глазом все эти поставленные вопросы ужасно смущали Тараса Ивановича он нервно начал копаться в широком кармане своей бекеши и вытащил смятый лист бумаги с отпечатанным логотипом с отпечатанным логотипом трактира и мелко исписанным почерком вот извольте посмотреть он протянул бумагу Аполлинарии Игнатьевне это счет за вчерашнее посещение трактира Петр Михайлович весело провели у нас время и остались очень довольны говорил что избег участи быть похороненным заживо поверьте эта история у всех нас очень и очень тронула радость Петра Михайловича не знала границ вот только грошей то бишь денег достаточных у него при себе не оказалось и он обещался заплатить поутру и здесь все подробно и скрупулезно записано и учтиво добавил на тот случай если у друг Петру Михайловичу поутру будет трудно вспомнить события прошлой ночи потом ткнул указательным пальцем в бумагу и добавил ваш супруг поставил здесь свою подпись с обязательством вернуть борг то бишь долг здесь также приложены и несколько свидетельских подписей да понимаю оборвала его ополинария Игнатьевна даже не взглянув на предъявленный счет и какая его задолженность ну сээ помедлил Тарас Иванович мы и скидку от заведения сделали для такого уважаемого человека как ваш супруг нам за счастье было принимать такого посетителя сколько к оплате позвольте узнать снова перебила его ополинария Игнатьевна но уже более раздраженно тысячу четыреста пятьдесят семь и тут же учтиво добавил а мог бы я с вашего позволения обговорить эту самим Петром Михайловичем лично конечно ответила полинария Игнатьевна вы можете подойти к нему и попробовать разбудить не пожалуй я лучше подожду быстро проговорил Тарас Иванович а потом добавил акулы вин прокинется то есть когда проснется как вы думаете когда он проснется никто точно сказать не может ну туды я бы хотел обговорить этот вопрос с вами уважаемая Аполлинария Игнатьевна и с оправданием голоса добавил покуда я уже здесь на месте не стоит пожалуй давайте дождемся чтобы Петр Михайлович сперва проснулся счет можете оставить мне я ему непременно передам ладно тогда к полудню с вашего позволения я зайду снова и бросив насторожный взгляд в сторону лежащего Петра Михайловича хозяин трактира Бульба учтиво откланялся и быстрой походкой вышел за порог имения застежкиных Аполлинария Игнатьевна затворила за ним дверь подошла к высокому окну поближе к свету и раскрыла в четверосложенный предъявленный к оплате счет задолженность была очень огромной Аполлинария Игнатьевна силилась понять каким образом можно было потратить такую огромную сумму всего за один вечер была равна половине годового расхода за обслуживание их семейного имения и всей домашней прислуги беглым взглядом она пробежала по вчерашним мужиным расходам после чего она поняла что после десяти лет замужества она совсем не знала своего супруга перед ней предстал человек доселе ей неизвестный за вчерашний вечер проведенный в трактире согласно описи долга и нанесенного ущерба ее муж Петр Михайлович Застежкин первое с намерением разбил об пол двадцать три рюмочные водки ущерб включает уборку и компенсацию за трактирную утварь и инвентарь ко плате тридцать пять рублей второе персональный заказ песен у циганского хора дорожка забитая клятва очи черные ой матушка скучно мне травка на долинушке калинушка стоит дубовые двери всю ночь проскрепели ко плате сто рублей третье ворвался на кухню трактира со словами шо он печет блины лучше и для доказательства сказанного настойчиво требовал дать ему испечь всего один блин тем самым помешал тем самым помешал кухмистерским работам трактира по окончании приготовления половину блина съел сам а вторую половину принуждал откушать кухмистера Симеона Пташка который есть отказался после чего Петр Михайлович засунул оставшуюся половину блина в его нагрудный карман со словами тот дурак кто блину не рад ущерб трактиру и достоинству кухмистера высшего разряда Симеону Пташка оценен в суму 200 рублей четвертое ударил серебряным подносом по голове полового первой категории Степана Евсюкова семейного человека с хорошей репутацией половой потребовал компенсации за нанесение ущерба своей голове в суме 250 рублей пятое нахальным образом отобрал скрипку у цыганского оркестра с целью поучиться поиграть на инструменте впоследствии отмордасил ею купца Николая Златоврацкого за то что тот тоже изъявил желание поиграть на скрипке и пытался вирвать ее у Петра Михайловича насильственным образом между ними завязалась драка во время которой у музыкального инструмента порвалась струна и пропал смечок ущерб еще устанавливается шестое ударом кулака проломил механический оркестрион марки Гервайс затем попытался починить и в итоге сломал окончательно требуется полная реставрация или замена органа ущерб машины оценен у 700 рублей седьмое заказано кушаней различных заливное из дичи телячьи мозги жареные с луком под зеленым горошком котлетка из рябчиков с брусничным вареньем консоме жульен баранний бок с гречневой кашей заливная уточка а также различные соленья маринады зеленые салаты цендрон и грибочки в сметанке к оплате 57 рублей и наконец восьмое выпито один графинчик водки настояной на травках среднего размера шампанское ко оплате 125 рублей общая задолженность на 3 ноября 1881 года составляет 1 146 рублей 1 1 освидетельствовано 3 ноября 1881 года трактир 1 трактир без повода 2 свидетели 2 владелец трактира 3 тарас бульба 3 кухмистер 4 именной купец владимир путилов и купцы 1 гильдии федор тагоух и меродий вулких аполлинария игнатьевна сложила листок в четверо и произнесла вслух не дурно петр михайлович совсем даже не дурно и положила предъявленный к оплате счет на стол как только настенные часы с кукушкой прокуковали 8 утра в парадной зазвонил колокольчик и в дверь негромко постучали аполлинария игнатьевна отворила дверь и впустила их семейного доктора ну слава богу дорогой измаил осипович уж с ночи ждем вас премного благодарна что сразу откликнулись доктор блау солидного вида мужчина поставил свой старый протертый докторский саквояж на трюмо форме лиры снял свое длинное стеганое пальто с огромным лисьим воротником и внимательно выслушал рассказанную о пленарии Игнатьевной всю хронологию событий прошедшей ночи во время ее оповествования он в удивлении то поднимал то хмурил тонкие жидкие брови и поглаживал выкрашенные черной краской крученные кверху усики когда аполинария Игнатьевна закончила он поправил на носу изящное золотое пенсне тихонько откашлялся и сказал ну что же пойдемте оживлять вашего супруга что-то часто он в последнее время помирать стал они подошли к лежащему на полу петру михайловичу доктор блау бамбуковой тростью золотым набалдашником отпахнул медвежью полость наклонился взял руку петра михайловича и попытался нащупать пульс затем посмотрел в зрачки достал из акваяжа стетоскоп и приложил его к груди петра михайловича все это время Аполлинария Игнатьевна не сводила с доктора тревожный пристанный взгляд закончив осмотр он сперва откашлялся почему-то перевел свой взгляд на стенку будто его очень заинтересовала расцветка обоев и без эмоций в голосе произнес сожалею но петра михайловича с нами больше нет Аполлинария Игнатьевна тут же настойчиво возразила то же самое слово в слово Измаил Осипович я уже слышал от вас три дня назад но как нам всем стало известно Петр Михайлович вчера уже к обедни воскрес вышел из гроба и после этого весело провел время потом она добавила то есть вы уверяете меня что в этот раз он умер по-настоящему а что же тогда было три дня назад репетиция уважаемая Аполлинария Игнатьевна возразил доктор Блау видите ли такое в медицинской практике случается люди иногда по неведомым причинам попадают в незабытие их принимают за мертвецов и хоронят а потом вдруг пробуждаются наука бессильно распознать этот феномен вашему супругу неимоверно повезло избежать участи быть заживо погребенным он взглянул на Аполлинарию Игнатьевну и с досадой в голосе добавил жаль только что фортуна Петра Михайловича баловала недолго но в этот раз даю вам докторское слово Петр Михайлович уже в мирах иных Аполлинария Игнатьевна начала заламывать пальцы и была готова вот-вот расплакаться поймите Измаил Осипович на нас уже позор и нам второго повторения не надо мне нужно еще одно ученое мнение или даже два да пожалуйте здесь с вами соглашусь вы абсолютно правы пошлите за доктором Ворониным и доктором Огурцовым Монастырским они живут неподалеку я уверен что они непременно подтвердят мой диагноз и вам Аполлинария Игнатьевна станет на душе спокойней это окончательно развеет ваши сомнения уже через час три доктора стояли у изголовья Петра Михайловича и попеременно трогали разные части его тела Аполлинария Игнатьевна уважаемая с прискорбием в голосе начал Огурцов Монастырский я и доктор Воронин вынуждены согласиться и подтвердить мнение доктора Блау и признать тот прискорбный факт что Петр Михайлович скончался Аполлинария Игнатьевна на мгновение полегчала и даже и даже показалось что это обстоятельство ее обрадовало и даже показалось что это обстоятельство ее обрадовало и успокоило но уже в следующую секунду она снова стрепенулась и принялась за свое Простите господа но я человек набожный мне надо знать точно грехов тяжких и снов кошмарных мне до конца жизни не надобно с мольбой в голосе сказала Аполлинария Игнатьевна а что если Петр Михайлович воскреснет снова помилуйте уважаемая Аполлинария Игнатьевна такого быть не может уверяю вас это абсолютно исключено знаем его и видели не раз он в воде не тонет и в огне не горит не унималась она Аполлинария Игнатьевна мы понимаем ваши опасения особенно в ходе последних событий разрешите нам сделать докторский консилиум через несколько минут мы вас позовем Аполлинария Игнатьевна отошла в гостиную комнату и оттуда слышала как доктора между собой завещаются и совсем скоро Аполлинария Игнатьевна внимательно слушала Измаила Осиповича Есть несколько способов избежать захоронения заживо начал он Один из них это если мы вскроем тело вашего супруга и изымем его внутренности а вместо них вставим пучки сена солому и разные пахучие травы это всегда практиковалось в древних цивилизациях Петр Михайлович не будет первым но доктор Блау вынужден был оборвать себя на полусловие потому что Аполлинарию Игнатьевну сперва остошнило а затем она упала в обморок доктора подхватили ее уложили на кушетку и поднесли к ее носу на шатырный спирт а когда она очнулась то к общей беседе интересу больше не проявляла второй способ продолжил доктор Блау это если мы дождемся чтоб Петр Михайлович пухнуть начал и издавать дурные и смрадные запахи какие свойственны всем покойникам полагаю что этот факт убедит вас окончательно в достоверности поставленного диагноза ну и наконец третий способ добавил он это захоронить вашего супруга согласно обрядам и обычаям как это планировалось накануне только к руке его для вашего успокоения дорогая Аполлинария Игнатьевна привязать веревку которая будет проходить через отверстие сделанное в крышке гроба на другом конце веревки будет привязан колокольчик положим Петр Михайлович оживет в гробу то непременно начнет дергать руками а там наверху зазвенит колокольчик это нам всем и будет знак что Петр Михайлович ожил доктор блау сделал паузу а затем спросил ну какой из вариантов вам больше по душе Аполлинария Игнатьевна была в полном замешательстве ни один из вариантов ей по душе не был может только последний с колокольчиком ей показался более подходящим но здесь были свои деликатные моменты что если супруг снова оживет его придется изымать из гроба ведь это непременно вызовет народную молву и нарекания да и сам Петр Михайлович при любом случае до конца жизни ей поминать с упреком будет что дважды живым схоронила господа о своем решении я вам дам знать позже и в случае надобности приглашу спасибо за столь ранний визит я вам премного благодарна за то что оказали помощь и примите наши глубокие соболезнования доктора откланились и пошли к выходу одеваться Аполлина Игнатьевна со всеми рассчиталась еще раз поблагодарила и проводила их до выхода после того как парадная дверь за ними захлопнулась она подошла к лежавшему на полу мужу придвинула к себе стоящий у стенки обитый голубой парчой стул и села так чтобы видеть его лицо и обратилась вы несомненно глупец Петр Михайлович уж столько раз помирали помирали да всем на потеху такие померли а то думал у реки просто в прятки играл думал переглядеть ее в гляделке столько раз можно сколько вздумается да разве так бывает чтоб столько шансов от судьбы получить да беспечно пустить на ветер почем зря а еще хвастал всем что серебряной ложкой во рту родился и что помогла на тебе твоя ложка ума то ни за какие деньги не купишь уже до лысины дожил а все куражишься и по делам тебе будет посидела еще минутку а потом перевела взгляд на окно и добавила а то чтобы встал сегодня поутру зевнул да потянулся на белых перинах открыл бы широко окно да солнцем поздоровался и весь долгий день красиво бы прожил а вечером глаша ухи бы стерляжи сготовила и блинов напекла живи живи себе красиво да чай с блюдечка попивай а сейчас то что черная дыра в тебя дурака смотрит а ты в нее в гляделки друг с другом играете и вовсе не весело а еще про волю вольную и свободу вечную речи вел ну и где сейчас твоя свобода лежать со связными руками да ногами скованным в тесном гробу воля то какая тебя от этого вы несомненно глупец петр михайлович и не жаль вас вовсе аполлинария игнатьевна поднялась со стула и подошла к окну ярко светило солнце на синеголубом небе искрился выпавший за ночь снег и все от него кругом сияло и сверкало затем подошла к витой парадной лестнице чтобы подняться к себе в комнату и тут увидела что у лестницы стоят глаша митяй вся домашняя прислуга и даже маленькая жучка все стояли и выжидательно смотрели на нее не сводя напряженные взгляды доброе утро аполинария игнатьевна какие распоряжения будут хоронить ведь надо верно спросила глаша верно глаша хоронить надо с усталостью в голосе молвила аполинария игнатьевна только мне то что до того сам на короле пусть сам и хоронит утомленной походкой она медленно поднялась по парадной лестнице зашла к себе в комнату и захлопнула дверь проспала аполинария игнатьевна долгим сном все утро весь день весь вечер и всю ночь утром следующего дня поднялась оделась в черную одежду спустилась по лестнице вниз а там вся домашняя прислуга как вчера стояла так и стоит словно никто и не расходился доброе утро всем аполинария игнатьевна слегка улыбнулась словно никаких событий последних дней и не было она была в бодром и даже приподнятом настроении митяй сказала она быстро в церковь беги и если яму погребальную еще кому другому не отдали то скажи служителю что завтра Петра Михайловича хоронить рано поутру придем он вопросы разные задавать начнет все почему да как так а ты скажи что госпожа придет и все сама расскажет а ты Глаша беги в погребальную контору и попроси вчерашний гроб вернуть а если уже нес кто то новый пусть мастерят тех же фигурных комплекций что у Петра Петровича были и скажи только не забудь чтоб в крышке гробовой прямо посередке отверстие толщиной в два пальца надобно сделать и веревки крученой конопляной длиною в пять оршинов попроси по дороге домой в скобяную лавку забеги и купи колокольчик тот что на коровле коз обычно вешают Глаша послушно кивнула накинула тулупчик обвязалась теплым шерстяным платком и выбежала за порог схоронили Петра Михайловича тихо без всяких помпезностей и церемоний ранним морозным утром как только поднялась розовая заря и город начал медленно пробуждаться родственников только самых близких позвали остальных Аполлинария Игнатьевна не осмелилась позвать от стыда перед такой ситуацией отпели Петра Михайловича прямо у могилы но в этот раз плакальщиц не было и никто по Петру Михайловичу слез горьких не ронял и вслед за гробом в могилу не кидался когда вся немногочисленная процессия пошла обратно к нанятым санным экипажам Аполлинария Игнатьевна немного задержалась она подошла поближе к свежезасыпанной могиле и негромким голосом обратилась к Петру Михайловичу хоть век наш Петр Михайлович и короток был но жили вы как вам хотелось надеюсь что скучно вам на этом свете не было постояла еще немного и добавила не знаю свидимся ли когда еще на там свете или нет но пожелание мое вам будет такое чтобы ваше следующее путешествие было не только веселым но и долгим пусть земля вам будет пухом и царстве небесного вам дорогой Петр Михайлович все вам прощаю в надежде что и вы простите и в обиде на меня не останетесь она взяла кусочек мерзлого земляного кома забросила его на могильный холмик перекрестилась три раза подняв глаза к небу слегка поклонилась а затем не оглядываясь направилась к ждущим ее саням запряженными черными першеронами как только вся немногочисленная похоронная процессия разъехалась по домам к могиле подошли двое здоровых одетых в нищенские лохмотья землекопов и с еще рыхлой замороженной земли вытащили конопляную веревку натянули ее и привязали к ее концу серебряного цвета колокольчик затем установили эту нехитрую конструкцию на деревянный с петелькой штырек который воткнули в землю получилась точь в точь как и было запрошено госпожой застежкиной потом выровняли могильный крест и ушли в сторону церкви всю следующую ночь Аполлинария Игнатьевна спала плохо ворочалась сбоку на бок ей снялся кошмар будто они вместе с доктором Блау стоят у свежевырытой могилы Петра Михайловича земля вдруг задвигалась зашевелилась и из-под нее показались пальцы правой руки покойника пригорошнями раскидывая землю в стороны рука выкопалась и оголилась до локтя тогда доктор Блау наклонился лицом к могиле и встав на четвереньки начинает с рукой разговаривать вы в мирах иных Петр Михайлович сейчас же возвращайтесь обратно вас больше нет вы слышите меня вас больше нет но рядом образовался еще один бугорок из-под земли выскочил огромный кулак но уже левой руки тогда доктор Блау яростно начинает щипать и отталкивать правую руку усопшего а кулак левой руки пытается затолкнуть обратно в землю вас больше нет нет убедительным речитативом повторяет измейл осипович даю вам слово доктора вы меня слышите даю вам слово доктора она проснулась от кошмара и села на кровать свесив ноги было четыре часа утра да тьфу на тебя перекрестившись произнесла Аполлинария Игнатьевна уже отстаньте вы от меня Петр Михайлович мочи нет уже усните с миром и мне покою дайте тоже кликнула Глашу чтоб та смородинового киселя разогрела и горячим в постель к ней принесла попила и вроде легче стало но думы в голове все покою не дают кружат и жужжат как назойливые мухи только когда светать начала наконец-то заснула но сон ее был недолг и совсем скоро разбудил Аполлинарию Игнатьевну звон парадного колокольчика перемежающийся глухими методичными ударами рукой в дверь она накинула пуховой платок поверх ночного платья и все еще сонная и уставшая пошла вниз по лестнице отворять на пороге стоял румяный от морозу лет десяти сиротского вида малец в аккуратной длинной до пятовечьей шубке с перетянутым поверх плетеным монастырского покроя пояском вас Аполлинария Игнатьевна батюшка к себе срочно зовет говорит незамедлительно приехать к нему следует случилось что-то что вам знать положено сирот сирот и стремглаву бежал за ворота Аполлинария Игнатьевна поспешно оделась и немедля выбежала за ворота имение на улице наняла лихача и умчалась в сторону церкви где только вчера схоронили петра михайловича когда подъехали к церкви в небе кружили огромные стаи кричащих ворон к чему бы их столько подумала Аполлинария Игнатьевна ей стало жутко и тревожно а на церковной лестнице ее уже ожидал батюшка доброе утро дорогая Аполлинария Игнатьевна и вам здравствуйте она подошла к нему слегка поклонилась и поцеловала его руку Аполлинария Игнатьевна начал батюшка не знаю что и подумать только тревожно нам всем эту последнюю ночь спалось несколько раз на могиле вашего покойного супруга звонил колокольчик и как это нам прикажете понимать изымать его что ли надобно его голос звучал озабоченно и серьезно решать с этим вопросом нужно срочно и прямо сейчас батюшка поджал губы и ждал ответа Аполлинария Игнатьевна была в полном замешательстве больше всего чего она так страшилась все таки случилось почивший супруг таки проснулся и теперь пытается из гроба вылезти у нее перехватило дыхание и горло подкатил ком взглядом она зацепилась за огромный с камнями крест висящий на черной ризе священника набрала воздуха чтобы ответить но от нервного срыва не сдержала слез и горько разрыдалась батюшка тихонечко взял ее за локоток и учтиво мягким голосом сказал ну что вы милая полноте вам матушка не убивайте же так если жив супруг ваш то порадуемся всем миром за него а если нет то снова с почестями в землю и вернем все из земли да все в землю прах к праху все мы там рано или поздно будем батюшка разрешите еще раз дождаться звона колокольчика хочу убедиться и ушами своими и глазами что колокольчик звенит дождь доктора батюшка покачал головой и призадумался уж больно у Аполлинария Игнатьевны страдаческий вид был и основанию не верить ей у него тоже не было а то бы и сейчас уж готов был гроб выкопать он указательным пальцем потер на перстный крест и все еще в сомнении не глядя на Аполлинарию Игнатьевну сказал по вашему будет пусть даю вам Аполлинария Игнатьевна время до рассвета а коль еще раз колокольчик услышу то попрошу немедля из земли гроб выкопать не положено живому человеку там находиться и указал перстом вниз на землю затем вздохнул и добавил да и слухов нам разных здесь тоже не надо да конечно батюшка так и сделаем благодарствую она нагнулась поцеловала сухую морщинистую руку батюшки потом перекрестилась три раза и не отрывая глаз от отливающих солнцем золотых куполов слегка поклонилась и направилась к свеже вырытой могиле супруга посидела там несколько часов но колокольчик никаких звуков не издавал и наняла двух просящих подаяния нищих заплатила им щедро с наказом от могилы не отходить а коль звон услышат то тут же батюшке бежать и рассказать на это мы порешили и Аполлинария Игнатьевна отправилась домой как оказалось позже страхи батюшки вовсе не были напрасны и как не пытались скрыть от людской молвы происшествие со звоном колокольчика на могиле купца но только в утреннем выпуске газеты петербургские вести на первой странице крупным заголовком вышла статья в коей говорилось что уже два раза к ряду в нашем городе хоронят живого человека коим является именитый купец Петр Михайлович Застежкин и вот прямо сейчас лежит он связанный по рукам и ногам в заколоченном тесном и темном гробу в мерзлой и холодной земле и все тянет и тянет отчаянно за веревочку и просится на волю и вина за все эти злодеяния лежит на совести его супруги госпожи Застежкиной после смерти своего еще не старого супруга по проверенным источникам она унаследует хорошие деньги и в преждевременном захоронении купца у нее имеется своя прямая выгода слух газетных новостей разнесся по городу быстрее вольного ветра начали собираться дружины добровольцев которые порешили сидеть на могиле денно и нощно сменяя друг друга чтоб еще раз услышать когда зазвонит колокольчик Аполлинария Игнатьевна казалось находилась в каком-то безмятежном на первый взгляд состоянии у нее была сейчас только одна мольба и просьба к Всевышнему чтоб этот страшный сон наконец-то закончился она закрылась в своей комнате на верхнем этаже дома и отдала приказ никому имение не покидать за ворота не входить и не выходить ни с кем посторонним разговоры не заводить а в комнату к себе пускала только Глашу и Жучку вокруг имения собрались газетные репортеры и разные любопытствующие люди они кучками окружили дом и одиночными выкриками требовали освободить Петра Михайловича из могильного плена слава Богу в дом пока силой никто ворваться не осмеливался Аполлинария Игнатьевна не двигаясь лежала поверх своей огромной нерастельной кровати и с открытыми глазами почти не моргая смотрела в белый слепниный потолок к вечеру на улице снова стало морозное и пошел густой снег толпа вокруг имения застежкиных потихоньку разошлась по домам к полуночи снег прекратился и в темном небе обнажилась большая как круглая блюдечка луна тем временем на могиле Петра Михайловича собрались добровольцы были среди них и те кто знал Петра Михайловича шапочным знакомством и те кто знал его получше развели у могилы костер воздух был морозным колючим хоть костер и давал много ясного свету но тепла не хватало и для полного согреву принесли мужики водки после выпитого расселись вокруг могилки и страшные истории о мертвецах пошли сказывать стало совсем жутко и до ужаси страшно тогда для пущей храбрости еще водки выпили и пошли песни застольные хором петь стало веселей и через час-другой добровольцы и вовсе позабыли по какому поводу здесь собрались батюшка в часа три ночи проснулся зажег масляный фонарь и спустился вниз поглядеть что за шум да галдеж у него на территории и предстала перед ним такая картина мужики упитые все в повалку спят кто прям поверх могилы кто и в обнимку а кто и друг на друге господи что творится то да за что мне все это в отчаянии воскликнул батюшка и вдруг услышал тихий звон могильного колокольчика ему стало жутко и страшно засветил вперед себя тусклым фонарем и крадучись затаив дыхание медленными шажками приблизился к могиле направил туда свет внимательно и пригляделся а там на могильном холмике сидит церковная кошка мурка и колокольчиком играет то сюда его лапкой тронет то туда хотя колокольчик извинел никто из пьяных мужиков так и не проснулся только один имели доброволец лежавший спиной к могиле сделал попытку приподняться чтобы увидеть откуда звон идет подумал что померещилось да и сил то особо голову свою хмельную повернуть не было так лежа на боку закрытыми глазами перекрестился и руку калачиком под голову свернул и захрапел наблюдая какой страшный грех и безобразие творятся на церковном кладбище батюшка подобрал свою черную рясу и стремглав побежал в сторону церкви и уже через пять минут прибежал обратно к могиле из рукава вытащил острый закругленный нож наклонился к могиле натянул веревку потуже и срезал ее вместе с подвязанным к ней серебряным колокольчиком сложил все в руку и выбросил как можно дальше в глубокий снежный сугроб за чугунную церковную ограду никто из спящих добровольцев этого не увидел и свидетелем факту исчезновения колокольчика не был через полчаса один из мужиков с трудом поднялся с мерзлой заснеженной земли крепко выругался и будить всех начал поднимал всех за шиворот и с руганью домой гнал костер вскоре затух сам собой и к рассвету и уголька не осталось с первым утренним звоном церковных колоколов подтянулись на смену новые добровольцы но ни ночную бригаду ни веревку ни колокольчика на могиле не обнаружили постояли еще малость поговорили чуток да и разошлись кто куда батюшка пришел к обеднику могилки все тщательно прибрал бутылки водочные снес в отхожую яму костер разметал ногой по сторонам и сверху снегом запорошил затем поправил накренившийся деревянный крест перекрестился с молитвою и ушел с Пономарем Василием речи вести вот так и закончилась история одного яркого дня и жизни именного купца Петра Михайловича Застежкина а жизнь Аполлинарии Игнатьевны продолжилась дальше имение Застежкиных и ликероводочную фабрику тихая радость совсем скоро она удачно продала раздала все оставшиеся задолженности своего супруга и переехала жить в Москву где прошла вся ее дозамуженная жизнь фамилию по приезду на девичью сменила недолго ждала пока замуж позовут с супругом новым ее стал купец с которым до конца своей жизни прожили они в благости спокойствии и достатке страсть он имел только одну и совсем незначительную картишкам поздними вечерами они с Аполлинарией Игнатьевной на копейку в мушку или в стуколку играли самовар с вечера ставили и чаи с блюдечка попивали да калачами и пирогами закусывали Аполлинария Игнатьевна к мужу своему бывшему на могилу так больше никогда и не съездила и вспоминать о нем вскоре позабыла зато включаю и так свет подавали и